Жан Беленюк, ну и его дие. Песно, пантера, украинская пантера, уваговая категория 87. Вот так многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр, украинский борец греко-олимского стиля Жан Беленюк привык праздновать свои победы. Приятно посмотреть. А это видео снято уже в Славутиче, 6 ноября, где Жан Беленюк встретился с молодыми дзюдоистами и боксерами. Он понаблюдал за тренировкой наших дзюдоистов и, конечно, задал им пару вопросов. Кто ваш любимый дзюдоист? Ребята назвали своего главного тренера Олега Геннадьевича Копылова. Ну тренер-то, понятно, тренер-то любимый тренер, а спортсмен? Не знаете, Георгий Зантарая, не слышали о таком? Жан приехал по приглашению спортивной общественности посмотреть спортивную базу нашего города и остался доволен. Особенно его вдохновил московский ФОК, количеством ребят, которые пришли в этот день на тренировку. Мы же, в свою очередь, чуть позже с ним пообщались. С какой судьбой здесь оказался и чемпион мира, и чемпион Европы. Вообще человек достаточно известный в борьбе. По приглашению друзей. Да, и, кстати, очень символично, потому что в этом зале тренировался мой одногруппник Валентин Копылов. И вот сегодня мы проведали его зал, познакомились с его сестрой, которая сегодня приводит тренировку. И, к сожалению, он сейчас за границей не смог быть, но, тем не менее, очень символично и мне приятно, что дзюдо в Словутище процветает, что дети, огромное количество детей занимаются дзюдо, и боксом, и зал очень светлый, многофункциональный. А не обидно, что не греко-римская борьба от дзюдо? Или вы тоже боролись? Вы знаете, я за развитие всех видов спорта, да. Понятное дело, что мой профиль – это греко-римская борьба, я ею занимаюсь. Но тоже понимаю, что не может быть только везде одна греко-римская борьба. Соответственно, хорошо, что, в принципе, город живет спортом, очень много спортивных фоков. Я знаю, что вы поехали по городу, очень общее впечатление, ну, скажем, о спортивной стороне Словутища. Как с вашей точки зрения, можно ли здесь воспитывать будущих чемпионов мира, олимпийских чемпионов? Однозначно можно. Сам Валентин тому примеру, он достаточно на высоком уровне показывал борьбу. Вот, к сожалению, не сложилось там с Олимпиадами и так далее, но, тем не менее, это говорит о том, что потенциал есть. Не более, мне кажется, в этом городе даже избыток спортивных сооружений. Главное, чтобы было, кому в них заниматься. Это очень важно, да, потому как, ну, я сейчас вижу, что, конечно, дети есть. Вот, если такая заполняемость всех залов, то это чудесно. А вы не хотите здесь организовать школу греко-римской борьбы? Я рассматриваю предложения своих друзей и сам думал над этим, чтобы открыть школу, но в Киеве. Потому как я был рожден в Киеве, я всю жизнь прожил в Киеве, и, соответственно, было бы логично, чтобы эта школа, конечно, функционировала в Киеве. Вот, им как бы есть очень много планов и проведение турнира именного. Вот, поэтому будем заниматься, я надеюсь, что будем популяризировать максимально, сколько это возможно, спорт в нашей стране. Задам один коварный вопрос. Не так давно вы стали, ну, уже политиком. Я так понимаю, что вы свое усилие в политике направляете в спорт, скорее всего. Конечно. Да? Вот, вы еще политик, вы уже большой политик или по-прежнему еще все-таки спортсмен? Смотрите, на самом деле это мои первые шаги в политике. Большим политиком было бы преждевременно называть. Вот, делаем все возможное для того, чтобы продавать спорт. Параллельно занимаюсь подготовкой к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в следующем году. Приходится совмещать, но моя задача, как и быть результативным в спорте, вот, и реализовать свою главную цель последних 20 лет, это золото Олимпийских игр, точно так же быть максимально эффективным на политической арене, делать все, чтобы к той же подготовке к Олимпийским играм национальная сборная команда не ощущала никаких потребностей, вот, и имела все необходимое для полноценной подготовки. Вот, и уже были голосования соответствующие, проголосовали постанову Кабмина по подготовке. И, да, потому что вы понимаете, что Олимпийский год, он отличается от обычного года. Нужно больше сборов, больше соревнований, лицензионные турниры, соответственно, нужно это все, как бы, учитывать. Вот, и занимаемся в этом направлении. Всю свою сознательную жизнь в борьбе я шел и с целью стать все-таки Олимпийским чемпионом. Соответственно, я приложу максимум усилий для того, чтобы моя мечта и цель осуществились, да. А давайте догадимся, если вы станете Олимпийским чемпионом, вы опять приедете в Слаутис. Приглашайте, я же готов приезжать, просто главное, чтобы сошлись все моменты, связанные со свободным временем, с возможностью, с приглашением, вот, и когда все это сходится воедино, соответственно, я нахожусь в Слаутисе. А в конце встречи, конечно, общая фотография, а затем индивидуальная фотосессия. Будем надеяться, что я поджал руку будущему Олимпийскому чемпиону.